Год литературы, объявленный президентом страны в 2015-м, начался для нашего региона со знакового события. Девять человек писателей, членов литературного объединения с Заполярья, получили признание Союза писателей России. Среди них одна из самых молодых авторов – поэтесса Светлана Коныгина. Писать Светлана начала в 9 лет. Некоторые свои произведения использовала еще в школе в качестве эпиграфов к сочинениям. Все остальные стихи, как говорится, ложились в стол, пока поэтесса не пришла в литературное объединение Заполярья и не начала печататься в одноименном альмонахе. Ей приходят стихи. Она очень тонкая, очень бережно этого ждет. Она не старается бежать куда-то впереди, не пытается что-то двигать. Мы ее долго уговариваем составить, наконец, книгу, потому что стихов достаточно. Однажды Светлана Коныгина решила, не стоит бояться. Надо показать свои произведения более широкой публике. И очень несмело зарегистрировалась на сайтах «Проза.ру» и «Стихи.ру». Будут ли меня читать люди не из Невенмара, те, кто меня не знает, не знакомы, не пристрастны. Когда я увидела, что достаточно быстро набралось порядка 700 читателей, люди стали писать рецензии, люди стали как-то подбадривать, говорить, что это стоит печатать, это стоит писать. Тогда я задумалась, что, может быть, действительно стоит двигаться куда-то дальше. И не так уж это и страшно. Двигаться дальше Светлана решила в декабре прошлого года, когда подала заявку в Союз писателей России. Решение о ее членстве принимали около трех недель. Оценивали с пристрастием, говорит поэтесса. Долгожданный ответ пришел уже в новом году. 6 января домой принесли почтовую бандероль. А там членский билет и значок Союза писателей. Новый статус открывает новые грани и перспективы. Это всесторонняя поддержка, консультации, общение с авторами со всей России, участие в общероссийских съездах и семинарах. Помимо всего прочего, это уверенность в себе и в том, что твое творчество нравится людям. Ирина Цепетова, Леонид Шишевов, Телеканал Север.